Музыка Всем привет из Новой Зеландии Сегодня мы решили показать вам наши любимые продуктовые магазины Это опять будет совсем обычный влог Поскольку мы так понимаем, что, конечно, всем интересна тема еды Но поскольку мы любим поесть, нам интересно И мы знаем, что не одни мы такие Поэтому мы покажем вам три самых наших любимых магазина Они будут все совершенно разнообразные Это будет типичный местный супермаркет Это будет магазин без аллергенной еды Очень интересный И также будет магазин деликатесов, которые свозят продукты из Европы и со всего света Это мой любимый магазин полезных и здоровых продуктов Мне нравится, потому что здесь много всего вегетарианского, веганского И я часто захожу сюда после работы Я работаю буквально за углом За вот такими снэкболс Это пять шариков Ну, знаете, вот эти ролл веган печеньки, которые очень модные С разными вкусами Мой любимый соленая карамель И вот здесь нет Вот эти Little Bird Это очень популярный местный бренд новозеландский Они делают тоже такие конфетки, всякие сладости И вот они делают такие макаронс Макаронс С разными вкусами И даже во многих кафе просто эту пачку разбивают на отдельные печеньки И продают их отдельно Потому что действительно этим поставщиком все пользуются И стоит такая упаковочка 14 долларов А вот я знаю, например, в кафе Ушарной, куда мы ходили И ссылочка на видео Одну, если такую штучку покупать, это будет 3 доллара стоит Вообще, по сравнению с супермаркетом, конечно, цены в этом магазине запредельные Но мне кажется, так и в Москве было Что именно такие какие-то безглютеновые, без сахара Ну, здоровые продукты, они стоят намного дороже Но я иногда люблю здесь купить что-то Например, в последнее время мне очень не хочется молочные продукты Ну, как-то у меня не очень хорошо И я вот здесь купила Сейчас покажу Такую моцареллу без молока И вот такой йогурт, который кокосовый йогурт с черникой и ванилью Очень вкусно Смотрите, что я нашла Здесь написано Creamy ass Это такая типичная киви-фраза Например, когда что-то устраивает, итальяне согласны Они говорят sweet ass И можно там любое слово, в принципе, сюда поставлять Главное в конце сказать s Я не знаю, от чего это произошло, но вот нигде, кроме Новой Зеландии Мне кажется, такую фразу не упрямляю, да? Нет, не упрямляю Creamy ass Это значит очень кремовый Теперь мы идем вот в второй наш любимый магазин Delicatessen Это как раз тот самый магазин, куда привозят товары со всего света И в прошлый раз, представляете, когда я туда заходила, там неожиданно появилась русская полка И причем продавец был так растерян, потому что он не мог прочитать названия и соотнести их с ценниками Что мне пришлось помогать ему и самой делать эти ценники Ну и сейчас мы посмотрим, все ли уже расхватали местные русские и вообще, что там еще есть Я уверена, что вам мой энтузиазм сейчас будет непонятен Но когда через полгода жизни в Новой Зеландии находишь не просто гречку, но гречку, на которой написано гречка Мы с Алешей весь вечер прыгали до потолка и на ужин у нас была гречка с гречкой в гречке Вот, это, в общем, вот этот тот самый русский уголок, который появился в этом магазине буквально на этой неделе Здесь вот есть шикатка, оленка, крупа пшеничная, не знаю, то что символизирует точно Россию Опята Икра кабачковая, заморская, баклажанная Нет, на самом деле это кабачковая Вот, в общем, но, конечно, это очень маленькая часть этого магазина И изначально мы начали ходить с него совсем за другими продуктами И сейчас мы их тоже покажем Вот, собственно, та причина, по которой мы открыли для себя этот магазин Что здесь продаются мармеладки хариба, всякие мишки, кола и прочие Потому что почему-то местные мармеладки нам кажутся какими-то не такими Они то слишком жесткие, то слишком мягкие А мишки хариба, они идеальны Больше гречки Гречки много не бывает Да Одну или две? Две Нужно спросить у него, как часто будут завозы Голодный год Возьми баранки, еще я хотел на работу Готовься, пополни Ты понял, что только что произошло? В общем, наш друг из магазина Он очень интересуется вообще всеми продуктами, которые он продает Потому что он сам голландец, а продает продукты всего света И с некоторыми должен знать, что делать В прошлый раз он у меня спрашивал, что такое эти зефирки Как они называются? Шармель Шармель, да И как их есть И баранки Сушки Сушки Как есть сушки Сегодня он спросил, как готовить гречку Мы ему рассказали все рецепты И он сказал, что они будут еще заказывать русские продукты И показал нам целый список того, что они могут заказать Мы сказали, из этого списка выбрали Обязательно привезите нам пельмени И второе, конфетки какие? Коровка Коровка Конфетки-коровка И он прям пометил И в следующий раз, когда у них будет новый завоз Он будет уже специально для нас Вот он, третий путь Третий пункт Нашего путешествия Это супермаркет В Туранге вообще есть три крупных сетевых супермаркетов Мы для себя выбрали Пак-эн-сейф Потому что, во-первых, он самый дешевый Во-вторых, здесь действительно, наверное, самый большой выбор Ну, еще нам не разрешили снимать Это первый раз, когда у нас возникли проблемы со съемкой Где бы то ни было Вот, поэтому мы вот так вот немного скрытно приходится снимать Но, в общем, этот магазин Он очень похож на Ашан, на Метро, на российский Да, это просто крупный супермаркет Вот, здесь есть, помимо товаров непосредственно продуктовых Есть, конечно, всякие вот товары для дома Так просто получилось, что здесь наименее оживленное место Поэтому мы и решили именно здесь записать Никому не нужно жидкость для розжитокамина Видимо, да Но мне в любом случае нужна какая-то штука для машины Потому что я мою жидкостью для мытья посуды Вот, поэтому удачно, что мы здесь остановились Нам не разрешили снимать в магазине Но никто не запретит снимать нам на парковке Ну и в магазине, на самом деле, не то чтобы Они имеют право прям, да, нам запретить Просто не хочется, ну, сами понимаете Когда все вокруг вежливые Вроде как не хочется создавать какие-то прецеденты, да И, собственно, ругаться Конечно Поэтому мы решили, что для нас это не то чтобы так принципиально Мы постарались показать вам максимально все, что смогли И вот, надеюсь, что этого вполне достаточно Для того, чтобы вы составили определенные представления О том, как и что здесь можно купить А мы купили что-то необычненькое Хотя бы сейчас можешь показать что-то интересное Ну, у меня брат все время спрашивает Типа, а у вас правда молоко в канистрах? У вас правда молоко в канистрах? Ну да, у нас молоко в канистрах Вот такое молоко Оно отличается по цвету крышки Вот это вот голубенькое, это как бы легкое молоко А с темно-синей крышкой это было бы обычное молоко Ага Вот, и что еще интересно Вот такой вот у нас сыр продается То есть есть обычные маленькие кусочки Но вот это как бы получается самый выгодный размер Семейная пачка Да, 800 грамм Этого как раз хватает вот, да, нормально поесть А есть еще такой его младший брат Он вот такой вот толщины А жалко, кстати, что мы сегодня килограммовый йогурт, да, не купили? Да, он был бы хорошо здесь в кассе Мне кажется, это же такой обзор американских продуктов Да, здесь есть Все огромное Здесь есть кое-что, да, попахивающее гигантизмом Но это не как в Америке, когда все такое То есть все-таки здесь такая некая смесь американского и европейского шопинга Что, в общем, нам очень нравится Потому что можно найти все, в общем, что тебе нужно На любой размер Да Ну что же, мы закупились сегодня довольно основательно И поскольку уже вечер, это один из самых поздних влогов вообще Который мы заканчиваем в это время Спасибо, что посмотрели И мы очень надеемся, что вам понравился этот ролик Если это так, то не забудьте поставить нам лайк И напишите в комментариях, что для вас было необычным Или странным, или наоборот, очень интересным В общем, поделитесь с нами в комментариях к этому видео И до скорых встреч Пока Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok